Все мы хотим, чтобы наши близкие были здоровы, а если вдруг случится беда, то хочется, чтобы рядом был человек, который знает, что делать. Ну, на самом деле, таким человеком можете быть вы. И сегодня нам поможет организатор проекта «Скорее скорой» Ирина Фокша. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, у вашего проекта «Скорее скорой» есть Инстаграм, он так и называется «Скорее скорой». Мы про ваш проект много рассказывали, но сейчас у вас появились вот такие вот справочники. То есть раньше это были публикации в Инстаграме о том, как оказать первую помощь ребёнку, взрослому, подавился, обморозился, обжёгся, всякие могут быть с человеком ситуации. А теперь у вас другой формат, текстовый. Чем отличается? Это очень удобный такой формат, мы даже сделали специально такой размер, который удобно носить всегда с собой. То есть вы поехали в отпуск, вы взяли с собой, вы пошли на работу, вы взяли с собой. Потому что экстренные ситуации, к сожалению, не спрашивают нас, когда нам удобно, чтобы они случились. А взял ли ты с собой книжку? Да. Ну, конечно, лучше, чтобы её не просто носить, а изучить информацию, которая здесь есть. Наши посты, которые написаны, они написаны более обширно, а здесь кратко, более кратко, то есть там выжимка такая этой информации, прям алгоритмы, что делать. То есть это такая выжимка, чтобы даже в тот момент, когда у тебя случилось, ты успеешь по листаде прочитать? Есть такие ситуации, которые действительно вы успеете прочитать, что в моменте, например, человек обжёгся, и вы успеете открыть, посмотреть в содержании, открыть, что нужно делать во время, когда человек обжёгся, прочитать этот алгоритм и сделать. Ну, понятно, когда человек подавился, вряд ли там будешь открывать минутку. Нужно быть готовым. То есть всё-таки этот справочник лучше читать до момента? Конечно, конечно. Я так ещё заметила, пока ты листала, Ира, что там картинки. Да, да. Это тоже такая же подсказка, то есть открыл такой, а, точно, вспомнил. Мы все лучше информацию воспринимаем, когда мы её видим, да, визуально. Поэтому, например, краткая информация, которая написана, например, эпилепсия. Что такое эпилепсия, как она проявляется, и первая помощь при судорогах. И чтобы понимать, что делать, потому что вы, так, вы когда-то прочитали, и когда вам нужно просто освежить эту информацию, достаточно, чтобы вы открыли, увидели картинки. Глазом, да. Да, и вы уже поняли, вспомнили последовательность действий, которые нужно предпринять. Хорошо, а помимо эпилепсии, какие там ещё описываются события? Прямо целое большое вот такое вот у нас содержание, много. То есть это может быть и переломы, ожог, помощь при ДТП, при эпилепсии, кровотечение, тепловой, солнечный удар. Даже есть ситуации, которые написаны, как распознать инсульт и инфаркт, и как оказать первую помощь. Как бы это изюминка этого справочника, что не просто алгоритм действий, но и симптомы описаны, как понять, что это именно эта проблема. И коротко, как с ней справиться. Но вот эти рекомендации, которые в справочнике написаны, они научное подтверждение имеют, там не будут, там приложите подорожник. Нет, нет, хорошо, что ты задала этот вопрос. Действительно, наш справочник разработала врач на основах последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть такие советы, как приложить подорожник, плюнуть, потереть или при эпилепсии всунуть палку в рот, таких советов тут нет. Было у меня, можно я свой личный опыт расскажу? Я как-то на катке очень сильно ушибла руку, и вот не знала, что с этим делать. Ушиб и ушиб. Почему-то в том возрасте мне показалось, что лучшее решение это приложить спиртовую повязку. В три часа ночи я проснулась с такой болью, и вот с такой рукой, и пришлось все-таки ехать в Лещгородок, и там лечила я эту руку. А надо было приложить лед. Если бы я знала, то есть я еще больше усугубила свое состояние. Ну, я скажу, что я тоже был свидетелем одной из ситуаций, когда в момент аварии ребята просто не знали, что делать с пострадавшим. Они были оба участниками аварии и не знали, что делать с пострадавшим, и чуть не сделали ему хуже. Да, такое очень часто бывает, когда начинают тащить, поднимать, там и так какие-то трудности с позвонками, допустим. Да, тут же главное еще принцип не навредить, поэтому это важно. Ирина, насколько простым языком написано там все, потому что понятное дело, что может быть третий сустав четвертого колена куда-то перевернуть. Медицинская всякая терминология, и ты такое открыл, и ой, и закрыл. Что делать, и закрыл. Достаточно просто. Почему я могу сказать, что справочник наш, потому что разрабатывала врач, а переводила на человеческий язык я. Да, поэтому действительно адаптирована для обычного населения, которые не имеют отношения прямого к медицине. То есть мы говорим с вами о первой доврачебной помощи. Первая помощь, она не предполагает каких-то уколов, каких-то таблеток. Это первая доврачебная помощь до приезда скорой. Ир, мы правильно понимаем, что когда вы этот справочник задумали, была не только задача распространить его по людям, которые живут в нашем городе, но еще и сделать еще одно доброе дело. Потому что все средства, которые вы получаете от продажи этого справочника, отправляете на лечение ребенка? Да, мы участвуем в благотворительности. Иногда часть средств сейчас, на данный момент, мы всю прибыль отдаем на благотворительность, собираем деньги на лечение ребенка. Ему 11 лет, ему нужна очень дорогостоящая операция. Поэтому, покупая справочник, каждый человек уже автоматически становится участником. Покажи, Ира, еще раз в камеру справочник и скажи нашим зрителям, где его можно приобрести. Вот такой справочник можно приобрести у нас, написав просто в Инстаграме в «Скорее скорой». Мы также есть и в Телеграме, тоже можно найти по нашему названию «Скорее скорой». Справочник очень компактный, удобный. То есть, если вы спрашиваете, каким языком написано, скажите мне какую-нибудь проблему, экстренную ситуацию. Ожог. Ожог. Ищу. Ожог. Сейчас. Термические травмы. 36-я страница. Я открываю. Так. И здесь у меня написано, что такое ожог. И, не знаю, читать прям термин или дальше что делать? Ну, я думала, что если случится ожог, ты вот это вот как раз упустишь. Ожог. 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 Хорошо. Первая помощь при ожогах. Удалите с места ожога одежду. Не отрывайте, если прилипло. Как можно быстрее поместите обожженное место под холодную воду. Держите область ожога под холодной водой не менее 10-15 минут. Если нет возможности поместить место ожога под воду, то надо приложить холод. Следует вызвать скорую помощь, если ожог у маленького ребенка, обожженная поверхность большая, повреждены дыхательные пути или пищевод, ожог глаз, лица, области промежности. Если к врачу обращаться не планируете, так как ожоговая поверхность небольшая, после того, как ожоговая поверхность промыта холодной водой, можно нанести мазь пантенол. И нарисовано, как можно промыть, да, то есть можно под струей воды, можно просто холод приложить, и написано, чего делать нельзя. Четыре пункта. Так. Применять подсолнечное масло, жиры, жирный крем на место ожога. Сдирать одежду с места ожога. То есть в рекомендациях, то есть есть, снять, но если она уже прилипла, мы не сдираем. Самостоятельно вскрывать пузыри нельзя. Нельзя лечить обширные ожоги, особенно у маленьких детей дома, тоже нельзя. Чудесно всё написано, всё понятно, такое прям по пунктам действия. Да, есть и дальше, например, там пункт термическая травма, ротовой полости и пищеводы, да, то есть там нюанс, да, уже как внутри оказать. И тоже написано первая помощь. Чудесно. Ира. И в конце всегда мы пишем наш слоган, что скорее скорой всегда можете оказаться только вы. И пусть эти рекомендации вам не пригодятся, но такой справочник всё-таки лучше дома на всякий случай иметь. Ира, спасибо, классная идея, и спасибо за то, что помогаете другим детям. Спасибо вам. Чем занимаются мехатроники и насколько эта специальность востребована, узнаем в следующем сюжете Тани Ивашенко. Тани Ивашенко Тани Ивашенко